И снова всем привет, друзья! Приветствую вас на своём канале «Жизнь на юге Англии». Сегодня у нас суббота, 17 июня 2023 года. Макушка лета на дворе. Красота кругом, цветы и очень хорошая погода установилась в Англии. Сейчас у нас вообще-то здесь проходит фестиваль, фестиваль музыки, который проходит ежегодно. Если кто-то хочет, могу об этом тоже рассказать. Можете видео моё посмотреть, как обычно вверху вам всплывает. Ну, сегодня у нас с вами разговор пойдёт о недвижимости снова. В своём недавнем видео я показала вам две квартиры на просмотр, которые выставлены на продажу здесь, на острове Уайт, в Райде, в самом центре. И, вы знаете, очень-очень много появилось вопросов у моих зрителей. Ну, во-первых, я хочу всех поблагодарить за интерес и за то, что вы пишете комментарии, спрашиваете, интересуетесь жизнью в Англии и недвижимостью. Ну, и в связи с этим я хочу немного вам прояснить опять эту ситуацию. Я показала две малюсеньких квартиры очень-очень маленькой площадью. Ну, и, в общем-то, конечно, многие здесь удивились, как могут так жить англичане. И если вас эта тема так заинтересовала, то я хочу вам немного сделать пояснение. Ну, во-первых, друзья, как и везде, конечно же, всё зависит от бюджета, на который вы хотите квартиру купить. Если я смотрю по своему бюджету, и у меня бюджет не превышает 150 тысяч фунтов стерлингов, то, конечно же, эти квартиры будут вот такие малюсенькие. А вот почему они такие малюсенькие, я сейчас вам попробую объяснить, друзья. И даже для наглядности я вам постараюсь прям всё-всё-всё показать. Дело в том, что эти квартирки, это, знаете, как наши коммуналки когда-то в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Вот, когда большие дома разделяли на множество-множество малюсеньких коморок, квартирок, и жили вот такими вот коммунами. Кто-то, может быть, в фильмах видел, а может быть, кто-то даже и реально застал такое жильё. Так вот, такая же точная история и здесь. Я показала вам квартиры в викторианских старых домах. И вот прям вам для наглядности такой дом я и показываю. Может быть, кто-то увидел и сразу вспомнил, что это за дом. Хотя, конечно, трудно вспомнить. Это дом Сандрин, друзья. Да-да-да. Возможно, помните и видели. Я показывала вам, как я была в гостях у своей знакомой, француженки Сандрин. И вот такой вот дом они себе купили. Более шести лет назад, по-моему, они его приобрели, там жили старики, они умерли. И дом этот был запущен, заброшенный сад. И дом стоил порядка 800 тысяч фунтов стерлингов. Вот такой вот двухэтажный, огромный, красивый викторианский дом с большим садом. Вы видите, у него такая мансарда тут, веранда впереди. Даже фонтан есть красивейший. Ну вот, они его ещё и ремонтировали два года, потому что там он требовал полностью ремонта. И ещё и на ремонт вложили больше 30 тысяч фунтов стерлингов, как говорила Сандрин. И не всё ещё там у них закончено и доведено до конца. Там ещё вкладываться и вкладываться. Но, тем не менее, я вам попозже покажу, как выглядит этот дом внутри. Те, кто желает, может даже полностью видео посмотреть, вам всплывёт вверху. Огромнейший дом. То ли 4, то ли 5 спален у них там наверху. Наверху я не была, потому что как-то не принято гостям показывать верхний этаж со спальнями. А вот внизу мы гуляли и смотрели всё полностью. Так вот, я почему показала вам этот дом? Потому что этот дом точно похож по величине на дом, в котором в настоящее время живу я. Вот, посмотрите. По величине, по-моему, дом точно такой же, как дом Сандрин. Ну вот вы теперь представьте, что в этом доме 4 квартиры. То есть он разделён на 4 жильцов. И, конечно же, стоимость этих квартир, соответственно, не 800 тысяч фунтов стерлингов, а гораздо дешевле. И давайте ещё я вам покажу, как внутри этот дом выглядит. Ну вот смотрите здесь. Если присмотреться по нашим вот этим вот квартирам, то это то же самое, что мы смотрели у Сандрин. Здесь даже видно, вот видите, здесь были такие вот двери прорублены. Может быть, даже сейчас не очень видно, но можно даже простучать. Вот смотрите, здесь неровность. Вот здесь каменная стена кирпичная. Здесь, слышите, фанера. Вот она дверь. И дальше опять стена. И точно такая же история здесь на другой стене. Вот смотрите, здесь стена кирпичная. И дальше дверь. И опять стена. То есть было вырублено. И здесь перепланировано. И этот дом, он когда-то был на одного хозяина. Точно такой же викторианский, как я вам показывала у Сандрин. Я даже выйду специально покажу вам здесь. Смотрите, это не был когда-то общий коридор. Это был коридор на второй этаж из квартиры. Из обычной квартиры. Поэтому здесь и лестницы такие узенькие, видите. Потому что здесь не предусматривалось больших лестничных пролетов. И вот смотрите, опять вот это вот здесь кусочек странный, закрытый фанерой. Тоже, судя по всему, здесь была какая-то дверь. И была другая планировка. Сейчас уже, конечно, догадаться трудно. И здесь такая же история, видите. Вот здесь какая-то легкая стена, а здесь и опять где-то двери. Или вот, например, вот это тоже помещение. Оно у нас считается как подсобное помещение. А раньше это был просто общий туалет. Общий туалет как в больших домах предусматривается. Гостевой туалет общий на первом этаже. Вот сейчас здесь сделана кладовка. Заложено окно существующее. Видите, как это все ужасно и убого здесь выглядит. Ну вот там вот был унитаз. Стоял в старых видео, я вам показывала. Сейчас его убрали, сделали нам такой, типа, подсобной кладовки. Ну а по натуре это был общий туалет гостевой в большом-большом доме. Ну вот это вот входная дверь. Небольшая прихожая. И в разные стороны у них шли комнаты. Понимаете? И смотрим опять на дом Сандрин. Давайте сравнивать. Мне кажется, что дом Сандрин даже выглядит еще и поболее, чем тот, в котором я сейчас живу. И точно так же его можно было бы распланировать, разделить на четыре, а может быть даже и на шесть. Малюсеньких вот таких вот квартирок, апартаментов, как здесь называется. И их продать благополучно. Но, повторяю, если у людей достаточно денег, чтобы заплатить миллион фунтов стерлингов, сделать ремонт и жить в таком шикарном доме, то, конечно же, никакое сравнение не идет с теми убогими малюсенькими квартирками, которые показала вам я. Я называю те квартирки викторианские коммуналки. Никак иначе, друзья. Кстати, если говорить о доме Сандрин, вот об этом, то сейчас этот дом стоит, наверное, уже два миллиона. Ну, или, по крайней мере, полтора миллиона по нынешним ценам. То есть вот за четыре года так выросли здесь цены на недвижимость. Они не прогадали. Ну, и вот я показываю вам такие небольшие выдержки из моего видео о квартире Сандрин внутри. Вот это сама красавица Сандрин. Я надеюсь, вы поняли, друзья, что я говорю о доме, который они купили в Англии. Несмотря на то, что Сандрин и ее муж французы, но они вот переехали в Англию, они здесь живут давно. И так как у нее муж адвокат в огромной хорошей фирме, он прекрасно зарабатывает. Они очень хорошо обеспечены. И вы уже видите, что совершенно другие площади. И вот в таком доме люди с большим, с хорошим достатком как раз и живут. Полюбуйтесь, какая огромная у них прихожая. И двери во все стороны. Полюбуйтесь на этот мраморный камин. Шикарнейший, который я не успею вам показывать из раза в раз. Потому что это действительно раритет. Это старина. Да, этому дому, наверное, где-то около 150 лет, а может и больше. Вот это я показываю вам огромную комнату общую. Такой зал, или как сказать. Даже площадь сейчас не буду вам говорить. Потому что вот в первом видео я озвучивала площади. Меня обвинили в том, что я врунь. Я неправильно площади сказала. Такое впечатление, что дело в площадях. И дело в том, что вы прям решили этот дом покупать. Но смешно же, ей-богу. Поэтому смотрите сами. У вас есть глаза. Я все показываю, ничего не выдумываю. Вот опять еще раз. Красавица Сандрин показывает нам, как выглядит вот ее такая огромная квартира. Это вот они сами уже здесь сделали перепланировку. Соединили две огромных комнаты. Вот та вот комната первая, которую я показала. И вот эта вторая комната. И Сандрин показывает, вот они сохранили даже старинный звоночек. Посмотрите. Колокольчик со звонком. Это тоже интересная история. В викторианских домах, когда были прислуги, пользовались хозяева вот такими звоночками, которые были расположены во всех комнатах этого огромного дома. И можно было в любом месте вызвать прислугу, чтобы самому не бегать. Вот посмотрите. Вот это вот наверх лестница на второй этаж. Такая же точно, как я показывала вам в своем доме. Даже, по-моему, она у них здесь шире. И вот смотрите, мы идем на кухню. Новая современная здесь оборудованная кухня. Не сказать, что уж очень она большой планировки, но, по-моему, вполне себе нормально и хватает места всем. У Сандрин трое детей. Сандрин сама не работает. Она дизайнер по профессии, но она сейчас не работает. Как она говорит, что нужно таким домом заниматься вплотную. Вот она, в общем-то, все эти ремонты, все на ней. Потому что муж занят, он работает постоянно. А Сандрин дома. И все эти планировки она, как дизайнер, разрабатывала сама. Вот, видите, кухня переходит плавно еще в одну комнату, как бы такую обеденную зону, скажем так. Я вам показываю так более-менее подробно, как могу. Ну и еще Сандрин пошла показывать мне то, что у них на первом этаже. Обратите внимание все-таки на огромность этого дома. Вот я сейчас пошла за ней, за Сандрин, и я просто буквально заблудилась. Я уже не знала, куда мне, в какую сторону идти. Очень огромный дом. Вот. Ну и посмотрите, вот еще одну комнату она мне показывает. Это у них считается как спортивная комната. Сандрин очень спортивная девушка. Там вы видите, у нее очень много стоит спортивного инвентаря, велотренажеров. Вот еще один камин в этой комнате, он действующий. Вот еще один камин в этом доме, он тоже действующий. То есть вы понимаете величину и огромность этого дома. Ну и мы вышли, конечно же, на улицу. Вот я показываю вам консерватори, так называемая, застекленная. И вот этот вот самый такой красивый балкон, типа или как он называется, впереди дома. И вот вся территория, огромная территория сада, которому, как говорит Сандрин, еще надо прикладывать и прикладывать руки. Они только смогли тут все вырубить, эти кусты вывести. Ну и она мне немножко показала свое это хозяйство. Здесь видите, и теплицы даже есть, и у нее там курочки тоже есть в отдельном таком загоне. У нее два кота, у нее собака здесь. Здесь живет. То есть люди в достатке могут себе позволить вот такие шикарные, огромные дома. И несмотря на большую семью Сандрин, трое детей, она и муж, пять человек, работает только муж и содержит всю эту огромную семью. И они могут себе позволить вот такие вот содержать также и дома. Уверяю вас, что содержать этот дом, все здесь в нормальном состоянии, это тоже требует больших вложений. То есть я, показав этот дом, вам объяснила, что люди в Англии точно так же, как в любой другой стране, все живут по-разному. Да, есть вот такие вот зажиточные, достаточно обеспеченные семьи, которые живут в прекрасных домах огромных. А есть такие, которые живут вот в таких вот клетушечках. И их в Англии, уверяю вас, тоже немало. Ну вот, друзья, как-то так. Мне абсолютно нет никакого резона в чем-то вас обманывать или там увеличивать или уменьшать стоимость этих домов, или тем более увеличивать или уменьшать площадь ванных комнат. Ну, просто смешно. Я ведь говорю о другом и показываю другое. Ну, друзья, вот так. Рада буду, если вам понравилось мое очередное видео. На сегодня у меня для вас все. Пишите ваши комментарии, пожалуйста. Я буду рада ответить на любые ваши вопросы. Только, пожалуйста, постарайтесь делать это без агрессии. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Пожалуйста, берегите себя в это трудное время. Всем удачи. Всем пока-пока.